Кристина Саблина Кристина Саблина считает себя полноправным социальным предпринимателем. Не только потому, что предоставляет более 30 рабочих мест с полным соцпакетом и стажем, но потому, что дает возможность мамам воспитанников профессионально развиваться и карьерно расти. По образованию я врач-педиатр. И, наверное, все вот это время, когда я вела и ребенка, и маму на приеме, я работала в связке. Потому что, наверное, большая работа все-таки была уделена именно маме на приеме. Да, ребенка вроде бы и мы вылечили, все молодцы, но с мамой нужна была такая дополнительная работа. Нужно было ее поддержать, нужно было подбодрить, похвалить в какие-то такие моменты. Поэтому именно связка мама плюс малыш, она всегда давала мне успех. Шесть лет назад сад существовал тогда из нескольких групп. Это был просто уход за детьми. И на тот момент мне хотелось, конечно же, большего. Уже сразу же. То есть вот я молодец, вот есть дети. И так как я, может быть, по натуре такой человек, наверное, перфекционист, мне захотелось, естественно, больших какой-то дать, больше поддержки маме, больших услуг для детей. Сейчас я вспоминаю, вот первые свои дни, это было очень страшно. Потому что на приеме пришла одна мама и один ребенок, а их же тут много. Поэтому, конечно же, первое время это было безумно и страшно, и ответственно, и переживательно. И с каждым, с каждым, наверное, месяцем, уже сейчас годом, конечно же, я чувствую уже боль, такую твердость в своем и характере, и твердость в ногах уже ощущаю. Каждый, наверное, полгода, год я именно смотрю на себя, какая я была. То есть, да, где можно мне развиваться дальше, какие можно шаги предпринять, чтобы завтра быть лучше, чем сегодня. На данный момент у нас около 150 детей, начиналось где-то с 14-20. Поэтому, естественно, я чувствую, что меня много уже. Каждый предприниматель, наверное, на первых этапах какие-то трудности испытывал. Естественно, я также испытывала трудности. У меня не было никакой школы, и, наверное, сейчас нет такой школы, где тебе расскажут, как вести свой бизнес, как не сделать ошибок. А страхи, я думаю, что это безусловно, они у всех должны быть, скорее всего. Потому что именно такие какие-то страхи, опасения, ну, в моем случае, они меня мотивировали, они меня развивали. А сейчас, конечно же, мое, наверное, пожелание — это, наоборот, не испытывать эти страхи. А если есть цель, если есть желание, то лучше вот прям не слушать никого вокруг, лучше вот прям двигаться, двигаться к этой своей цели. Залог успеха — это вырастить свою команду, доверить все свое, то, что ты когда-то прям держал в руках и боялся отпустить, доверить именно этой команде. Ну, естественно, это, наверное, какие-то чистые свои искренние желания сделать добро, добро не в плане, может быть, каких-то добрых действий, а именно помочь маме, помочь маме освободить себя на время от малыша, и чтобы она была спокойна за него, она даже не думала. Вот она сидит на работе, и она не думает, что с ним, как с ним, да, она доверяет нам полностью. Вот, наверное, вот это, да, успех. Честно признаюсь, наверное, не дня. Вот не дня я не думала, что я поступила неправильно. Но были какие-то мысли, когда я представляла, а вот если бы я сидела в поликлинике, какая бы я была, насколько была бы спокойная моя жизнь, как была бы короткий мой рабочий день, да, там в 5-6 ты закончила, и ты идешь домой. У бизнесмена, у предпринимателя, конечно же, рабочий день совсем другой. Мы работаем 24 на 7. Сейчас уже благодаря своей команде, благодаря своей управляющей Елене, у меня уже, конечно, день немножко по-другому устроится, уже другие планы, уже другие, другая структура рабочего дня. Но ни дня я не пожалела и не хотелось бы вернуться вот именно туда.